Почетный донор России в 30 лет – это реальность. С каждым годом возраст награждаемых молодеет. Такое положение говорит о том, что молодое поколение понимает, как важны их компоненты крови для спасения жителей региона. Дмитрий Ватрушкин впервые сдал кровь в 18 лет. С тех пор он регулярный посетитель областной станции переливания крови. Когда учился в медицинском колледже фармацевтическом, пришлось прийти сюда для сдачи анализов. После чего он начал регулярно сюда ходить. Дмитрию 34 года. Его соседу по награждению почетным званием Антону Хвостунову ровно 30. Маргарита Рожкова также представительница молодого поколения. У каждого из них абсолютно здоровое и бескорыстное желание помогать людям. Моя знакомая предложила мне помочь девочке, которая попала в аварию. Я решила ей помочь. Приехала, сдала кровь. Потом вспомнила, что когда я родилась, у моей мамы были проблемы со здоровьем. И ей пришлось делать переливание крови. Решила восполнить долг жизни. Почетные доноры России имеют ряд преимуществ. Это ежегодная денежная выплата. В этом году она составляет 15 108 рублей. Право выбора удобных сроков очередного отпуска. Обеспечение санаторно-курортным лечением за счет работодателя. Если человек сдаёт 40 раз кровь, соответственно, 60 раз плазму или 25 раз кровь и 15 раз плазму, он становится почетным донором. Как отмечают медики, в Поволжье преобладают жители со второй положительной группой крови. Самая редкая – четвертая отрицательная. Также они обеспокоены по поводу массовой вакцинации населения от коронавируса. После прививания каждый донор получает месячный медотвод от кровосдачи. К тому же летом сезона наблюдается спад активности доноров. На сегодняшний момент можно говорить, что областной банк крови заполнен менее чем наполовину. Служба крови призывает как можно большее число здоровых людей становиться донорами.